Снова вопрос про сайты знакомств. Сейчас я покажу вам сообщение от подписчиков моего канала в Телеграм. Будет два скрина. На самом деле сайты знакомства это очень удобный инструмент, потому что они значительно расширяют круг вашего общения и соответственно увеличивают количество женщин, из которых вы можете выбирать. Из кого может выбирать обычный среднестатистический мужчина? Обычно это соседки, коллеги по работе, кто-то пытается знакомиться на улице, в общественном транспорте, в каких-нибудь клубах, кабаках или в тусовках по интересам. То есть на самом деле в реале выбор женщин у мужчины достаточно небольшой, а на сайтах знакомств сидят сотни тысяч женщин. То есть по сути сайты знакомств это те же самые маркетплейсы. Вы же покупаете на маркетплейсах, потому что там большой выбор и это удобно. Например, я сам уже несколько лет в розничных магазинах покупаю только продукты, все остальное я заказываю на маркетплейсах, потому что ни в одном розничном магазине нет такого большого ассортимента. Например, мне тут на днях понадобилась камера видеонаблюдения. Для того, чтобы купить ее в розничном магазине, мне сначала нужно найти магазин, где эти камеры продаются, потом до этого магазина доехать и совершенно не факт, что в этом магазине окажется то, что мне нужно. Поэтому я заказал камеру с нужными мне характеристиками на маркетплейсе, причем сделал это не вставая со стула. Ее привезли в пункт выдачи и мне осталось только забрать. По-моему, очень удобно. Но при этом многие мужчины утверждают, что сайты знакомств это отстой и там невозможно ни с кем познакомиться. Так почему же у них сложилось такое мнение? Продолжение следует...